Всем привет! Привет! Сегодня мы с моей подругой Лианой, это, здравствуйте, Лианая, поедем сравнивать одинаковые маникюры делать наращивания в разные салоны красоты. Один салон красоты у нас будет дорогой, другой салон красоты у нас будет супер дешевый. В прошлом видео ты ездила в дорогой салон, я ездила в дешевый. Да. Хочу опять платить дофига денег за Маник. Мы решили что-то делать вроде жребия. У нас есть две туши, дорогая тушь и дешевая тушь. И тот, кто вытащит дешевую тушь, соответственно, в дешевый салон, кто выложит в дорогую, тот поедет в дорогой салон. Надеюсь, я вытащу вот это. Ты почему ты в дешевую-то хочешь опять скажи мне? Не хочу платить деньги. Не хочешь платить деньги? Слушай, я тоже. Ну давай смотри, кто прячет за спиной. Давай я спрячу, а ты натаскивай, чтобы было честно. Я буду смотреть в камеру. Сейчас я не помешаю. Вы тоже пишите, в какой руке дорогая тушь, не знаю. Как бы вы хотели больше, чтобы я поехала в дорогой салон или в дешевый скорее? Все. Какая рука? Здесь дорогая. Я еду в дешевый салон? Я еду в дешевый салон? Я еду в дорогой. Знаете, с одной стороны, я рада, потому что, ну, я хожу с маникюром долго. Посмотрите, я хожу с этими же ногтями, потому что я ждала, как мыслись, и будем переснимать видео. Я сделала снятие наращивания дома самостоятельно. Мои ногти в ужасном состоянии. Вот просто посмотрите на этот ужас. Они все слабые, тонкие. Короче, честно говоря, у меня уже нет времени, чтобы ждать. Давайте побежим и делаем маникюр, а потом мы вам все будем рассказывать по ходу дела. Вот всегда первое, что я замечаю в салонах, когда туда звоню или когда с ними сталкиваюсь, это администратор. Я, может быть, очень чувствительна к сфере обслуживания, потому что сама в ней долго работала. Но у меня уже ощущение, что администратор такая, знаете, очень пафосная девушка, недружелюбная. И это уже как-то не располагается. Слушай, ну добавляем, откровенно, когда ты приходишь в дорогущий маникюрный салон. Кстати, когда мы скажем, сколько стоил наш маникюр в конце или сейчас? В конце, в конце. В общем, когда ты плачешь столько беженых денег за маникюр, ты как бы ожидаешь того, что вне зависимости от твоей внешности, вне зависимости от твоего настроения, тебя будут хорошо встречать. У меня было вообще потрясающе. Я пришла, мне говорят, а вашей записи нет. Здравствуйте. Александр, да? Нет, Лиана. Когда я зашла в салон, меня на входе сразу смутило, что было очень грязно. То есть комната перед ресепшеном, она была пустая, с креслами, что довольно удобно, потому что можно посидеть, подождать. Но по факту, эта комната, которая перед ресепшеном, она была чуть ли не больше, чем весь салон. Александра, я такая, я хюрем, ненавижу ваш гарем. Ты не знаешь это? Нет. Напишите, знаете, вы это или нет. Это вообще... Это тренд из тиктока. А, у Сори Амон Брабан. Я не сходила в тикток в последние три недели. Чувствуешь себя... Это старый тренд. Чувствуешь себя дебилом, знаете, который в компании шутит, а никто не понимает, и такой, ладно, я хюрем. И они мне говорят, у меня нет вашей записи. Я говорю, ну, клево, но я записываю в салон. Подтверждение показывает переписку. Кстати, это очень хороший лайфхак, записываться всегда письменно, потому что если бы я записывалась через телефон, они бы как бы, ну, такие, а нет, вашей записи нет. Но они такие, блин, да, правда есть. Подходит мастер, ей показывают дизайн. Дизайн, правда, очень сложный. Спрашивают, можете ли вы сделать дизайн? Она такая, нет, я не успею по времени. Такая, ну, класс. Администратор начинает решать этот вопрос, так, я не успею. Она говорит, прими девушку, я лучше следующую запись перенесу, но попозже. Ну, типа, девушку, ну, нужно принять. Ну, это, кстати, очень хорошее показатель, то, что они реально увидели свой косяк и стали, ну, предлагать варианты. Ну, то, что мастер сказал, я еще не успею, вот это не круто. Да, но стоит сказать, что они все это обсуждали при мне, мастер была явно недовольна, администратор была тоже, ну, как бы, не очень любезной. Но в итоге, да, меня посадили на мою услугу, и это, конечно, хорошо. Вот, так что это было забавно. Ну, в целом, первое впечатление, что сложилось такое себе. Да, потому что я стояла в пуховике, пока они рядом со мной стояли и решали, на счет меня вообще будет у меня. А что вот с этой будем делать? Вот она вот стоит, вот она, ну, что вот с этой будем делать, да. Да, ну, вот она пришла, но мне, не знаю, сложно, ну, короче, было так себе. Ну, да, я поняла это отстойно. Короче говоря, начало, я так понимаю, у меня было лучше, потому что мне просто было смешно. Это было просто смешно и не более того, а у тебя реально какая-то, ну, хрень. Да, по факту. Сейчас я иду в салон. Мне выпал, как вы уже знаете, дешевый. На улице не очень тепло, и я очень радуюсь тому, что салон находится прямо очень-очень близко к метро, поэтому, по идее, я должна очень быстро сейчас сюда попасть. Давайте пока посмотрим на мои ногти, как это выглядит до, как это будет выглядеть после, чтобы потом было с чем сравнить. Хочет, кстати, Лиса, у тебя ужасные пальцы, отруби их нахер. Вот, очень интересно, будет ли маникюр, будет ли мастер маникюра гопнить мои ногти, потому что, ну, реально, это выглядит вот так себе. Домашнее наращивание ногтей хэштег. Так, ладно, я пришла. Вывеска уже радует автоматом. У меня, конечно, прикол салон моего красоты в том, что, во-первых, когда я увидела вот эту замечательную вывеску, я пакетала, и я даже написала, что это реально тот салон, когда должна была прийти, и нет, наши вообще знакомые. Мне сказали, да-да, ты хотела дешевый салон, вот получи, решите дешевый салон. Значит, я туда захожу, спускаюсь по замечательным ступенькам. Здесь квест, как не увидеться, но все норм, проходим девушку. И просто я вижу, что меня, кстати, даже никто не встречает. Я захожу, и меня просто буквально включают, привет, это Лена, и я такая, на них, или это Лена? И я такая, ну, наверное, потому что я не уверена, ко мне вообще обращаются или к кому. И, короче, я раздеваюсь, ну, как бы, и прохожу. И я сразу понимаю, что что-то в этом салоне не то, потому что это буквально похоже на ресторан. Хлопокотик есть, потому что игрушки. Прикольно. Я очень быстро, я попросила ее также зайти мне за кофе, потому что я абсолютно не ожидала. Привет, котик, как твои дела? Я что-то долго делаю, сижу, например, маникюр. Я всегда очень сильно хочу или кушать, или что-то такое, потому что у меня прям реально начинает болеть живот. Хотя я когда просто гуляю, мне никуда не... В первых ощущениях было странно. А потом ко мне побегает женщина, которая была мастером маникюра, сажает меня. И, в принципе, вначале все было максимально ок, и чило. Он там спрашивал, что мы делаем. Я показала фотографию, она сломалась, потому что это достаточно сложно. Так, смотрите, мы будем с вами делать наращивание и дизайн. Все растеклось, оказывается, вся тушь на лице. Тут у меня ногти вроде как уже снялись, но вроде может быть что-то осталось. Ну, это вы посмотрите, да, уже. Там прикольные ботинки какие-то на стене, сумки, дизайн интересный, очень классный. Много всего интересного. Плотинки старые у нас тоже. О, еще рассмотреть. Класс. Так, хорошо. А здесь раньше ресторан, да, был? Смору по столикам или не знаете? Знаете, здесь раньше было, ой, как это называется-то, короче говоря, с одной стороны маникюр, с другой стороны бар с кальяном. А, ничего себе, даже кальянная тут была. Ну, да. Прикольно. Ну, я, честно говоря, этого не застала, это просто отстражила, говорят, что здесь так было. Ага. Да, но, честно говоря, я не очень понимаю, как это вообще возможно. Ну, да, маникюрная и кальянная, это интересно. Как говорится, люди и едят, да, ну, употребляют пищу, скажем так, и делать маникюр, но как-то это не очень правильно. Это была кальянная. Раньше вот это прекрасное заведение было кальянная-маникюрная. Я не представляю, как одну руку можно сосать, другую делать маникюр. Но, видимо, раньше были такие услуги. Прикольно, я попробую. Отдельно я доставила эту сумку Майкл Корс, которая висела на стене. Я просто умерла с нее, потому что так вообще как-то главный раритет этого заведения был. Там реально висела белая сумка Майкл Корс, неизвестная коллекция. Ты не заметила? Нет, ты сняла? Да, конечно. Ору. Еще меня очень дико доставляют эту сумку, которая там висит просто. Я считаю, что это лучшее. Вот она. Сам салон очень маленький, но в целом это не особо бы меня смущало, если бы педикюрные кресла не стояли прямо рядом с маникюрными. Я тут не пройду. Спасибо огромное. Да? Да? То есть между педикюрным и маникюрным креслом было расстояние, ну, буквально метр. И когда мастер делал одной девушке педикюр, а с другой стороны сидела девушка на маникюре, пройти между этими людьми было невозможно. То есть мне нужно было пройти, чтобы взять свою куртку, и чтобы мне это сделать, мне приходилось двигать двух этих девушек. Собственно говоря, вот так мои ногти отрасли с прошлого раза, и идеально держатся. Это моё до. Ещё ноготочки все стали кревать, но мы их сейчас выровняем, и будет красота. У меня была приятная мастер, спокойная, если мне было что-то больное, я говорила... Ай, немножко больно. Вообще, никаких историй не рассказывала, просто не докучала. Ну, то есть вообще, всё было максимально приятно. Маникюр лучше делать комбинированной, чтобы котикулу обрезать. Спасибо большое. Мне очень понравилась моя мастер, я сажусь, и она просто начинает мне рассказывать какие-то вещи. То есть если я у неё спрашиваю вопрос, например, а как вы думаете, что с моими ногтями не так, она мне реально развернула и нормально отвечала. И её даже не смутил тот факт, что я моё прошлое наращивание снимала дома сама. А делали наращивание гелем? Да, делали наращивание гелем, и всё с наращиванием было прекрасно, но мне сделали слишком длинно, поэтому я психанула и сама их срезала потом. Да, но я думаю, это заметно. Надо было чуть-чуть просто покороче сделать, подпилить, и всё. Или прийти там, где делали, и сказали, сделайте мне покороче, не рассчитала. Ааа. Но у вас, у тебя пластина небольшая, тоненькая, поэтому очень длинная тоже нехорошо. А то, не знаете, им тяжело. Да, да, так и было, и тяжело было, и постоянно в телефон вляпывалось, вообще было как-то не круто. Почему мне везёт меня не говня? Мне только в литуале в гоня. Мне очень понравилась моя мастер, почему даже с самого начала, там будут свои косяки, сейчас я к ним вернусь. Опять история в том, что я когда делала прошлый маникюр наращивание, я вообще не наношу наращивание, мне неудобно с ним, а наношу только чёрные короткие ногти. Спилила я, короче, на этой руке ногти, и это было ужасно, пару раз я, конечно же, себя поранила, но как иначе, выглядит сейчас это дико. Но самая основная задача снять теперь вот эту жесть, и, кстати, выглядит очень плохо, ну, прям совсем плохо, надеюсь, когда я полностью это сниму, будет норма, потому что пока так. Кстати, хэштег «Убогие пальцы Ильсы» вошёл в чат. Да хватит, отлично у тебя пальцы. Да блин, у меня вечно... Чем вы её жжете за её пальцы, она переживает, что у неё... Убогие пальцы. Отлично, у меня. Расскажи про свои инструменты. Просто, когда я видела инструменты, которые мне будут делать, я подумала и вспомнила про историю, которую мне рассказывала моя подруга, которая работает врачом, как одну девушку, короче, через маникюр зародили, да, бичом, и как бы шансов у неё нет, ну, просто потому что, кук, всё, теперь пожизненно у неё диагноз из-за того, что там были хреново обработаны маникюрные щипчики. Но тебе делали маникюр в КП, поэтому... Да пипец. Поэтому я тебя понимаю, почему ты переживала, конечно, из-за этого. Короче, она приносит мне предметы, и да, они явно из сухожара, о чём я потом очень нативно спросила, так что было понятно. Но в целом они выглядели очень грязными. Я реально надеюсь, что это обеззараживали, потому что с пакета высыпались буквально грязные инструменты в лаке и во всякой темне. Я очень надеюсь, что это просто капли лака, которыми всё было павло, да, стирать. Но это не круто. Это не круто, это вообще сразу не слайд. Это сразу прям, согласна. Вы, кстати, обратили внимание, у вас вроде художественная, да, вот эта вот кисточка? Ей удобно? Вот эта? Вот эта, да. А вообще мы же, как сказать, сухожарные немножко, да, у стоматологов, художников. Ну да, даже у стоматологов? Ну а как же, а вот это откуда, а технологии-то? А-а-а, вот, ну что. А обработка инструментов тоже получается, да, и стоматологии, потому что там же сухожар или как-то что-то называется? Да, да, тут даже, знаете, даже, ну, медицина, да, стоматология, то есть и растворы, которые мы используем, да, они применяются в медицине, да, и стерилизации инструментов, знаете, даже хирургических, я бы так сказала, инструментов, да, то есть вот. У меня было все, какой-нибудь инструментов, я даже, знаете, пыталась докопаться, думаю, грязный стол или не грязный? Нет, все было чисто, аккуратно, предметы были, там, чистенькие, сухожарный стол был чистый, даже ваке ничего не сляпало. Просто вот этот ноготок, он немножко покороче, чем вот эти, как думаете? Вот этот, который, может, мне кажется? Самое кринжовое, эти слова кринж, это сам кринж, но неважно, что у меня было на маникюре, это то, что когда они стали делать сам дизайн, тут техника раздувания должна быть, и что сделал мой мастер? Она взяла простую ручку, из которой вытащен стебель, пусть будет стебель, неважно, и она начала дуть на мои ногти. Своей слюной, прям брызгало меня слюной, я слышала эту историю, как раз, как уже просто три раза, но она прям, я-то, плевала на нее своей слюной, это очень жестко, потому что мастер все время сидит, я не обрызгливый человек, но когда на меня плюют слюной, мне странно, когда я сидела, она такая, на меня дует слюной. Воткнула себе в рот эту трубочку и начала дуть слюной на мои руки. Вот теперь живите с этим. Каштег Карлова на меня. Вы сидите там пьете чай, смотрите наше видео, а на меня дули слюной. Вот так вот, в дорогом салоне, ручкой. Я в прошлый раз была в дешевом салоне, если вы смотрели это видео, но если смотрели, то гляньте, меня сразу спросили, каким лаком мы будем делать покрытие, дешевым или дорогим, то есть мне предложили несколько вариантов, притащили палитру. В данной же ситуации мне просто принесли какой-то синий лак и сказали, вот этим будем красить, как бы, ну такая, ну лок, ну этим значит этим. А дальше сейчас этим лаком тоже был приколдес, потому что это вообще не тот лак, и лак не так, чтобы красить ногти, а термолак. А термолак он для ногтей? Да, понимаю, что он для ногтей, но это немножко все-таки не из другой категории. Нет, это вообще из другой категории, то есть, типа, ты хочешь один цвет, а тебе просто термолак, не предупреждаю. Который на морозе розовый, а, ну не знаю, там, в тепле синий, например. Глубокий, да, синий получается? Он будет такой, знаете, синий-фиолетовый какой-то, но будет глубокий цвет, пока мы одним слоем. В этом моменте я уже была с лисой и как бы уже рохотила со всей атмосферой, которая есть в салоне. Тут просто максимально скользко, но я вроде выживаю. Я взяла тебе не капочку, которую ты просила, но что-то очень вкусное, и мне интересно, что ты попробую твою реакцию. У тебя отпечаталась тушь, но это ничего. Что это? Это ореховый напиток какой-то? Да, но это латте. А прям реально с орехом? Да. Это лесной орех? Миндаль. Там миндальная паста и миндальное молоко. Это очень вкусно, это круто. Ура, я рада. Это какое-то... Вот потрясающе, просто лучшее. Тут было очень забавно, там, знаете, прям такая милая домашняя атмосфера, куча девушек собрались смотреть на мои ногти, потому что я ссорили и посмотрели другие мастера. Не хотели, да? Кто получил термо, да? Ну, ничего страшного, будет быть такое, что делать? Нет, это покроет, очень хорошо покроет. А это какой-то другой, да, тебя? Да. Финтаж и цветок. Это уже так и останется цвет. А, нет. Они такие, а сколько стоит ваш маникюр? Я такая, столько. Они такие, что? Я говорю, да, у меня просто платил мужик. Нет, я платила сама. Что-то так дорого сделали за 6 тысяч, да? Да, что-то я не показываю, я не показываю. Ну, наверное, за 6 тысяч сделали. Да точно так же сделаем. Да я вообще не сомневаюсь, что еще лучше. Не переживайте, сейчас мы что-нибудь тут... И они реально закрепили, когда ты сказала, что заплатил мужик. Мы опять в магазине такие, ну раз мужик, то есть за десятку можно. И я тогда... Окей, просто да-да-да-да. И такие такие... А, слушай, да ничего, что так дорого и нормально, тебе пусть платят. Короче, сейчас будет самое интересное. Лисе до сих пор даже не начали покрывать лаком. Ну, то есть я пришла и там один ноготь, что ли, начали покрывать. Я сама уже сидела где-то часов в 5, и мы еще орали с тобой, что реально сидела очень долго делать маникюр, а мне обычно быстро, потому что у меня маленький нос, в принципе, проблемные, у меня есть и болево порог, вообще весь набор просто идеального клиента маникюра. Еще я никого не отвлекаю никогда в основном. Но, короче, у меня обычно делают супер быстро, реально супер долго, и в итоге мне делали реально 5 часов просто. Бэм-бэм-бэм. Здрасте. Как у вас все прикольно. А вот здесь капучино с каштаном. Прячу от вас ноготь, как могу просто. Чуть-чуть, чуть-чуть. Это получается? Ну, просто у нас некий прикол, что мы раз в месяц сходим и делаем одинаковые маникюры, а в этот раз Лиса не так меня поняла, и сделала другой. Класс. Мы сейчас сделаем... А почему каждый раз одинаковые-то? Мы сейчас будем делать разные все время, разные же интересные. Ну, мы как тупые подружки. Когда ты Лиса, и перепутала, какие мы ногти, да, делаем? Ага. Ага. А еще я скажу, ли у Лисы сладости. А ты хотела другой вообще цвет. На этом моменте, когда Лисе начали наносить цвет, я такая, почему у нее другой цвет? И это было очень нелепо, потому что я очень сильно все обосрала, буквально я все обосрала всю затею маникюра. Мой маникюр закончился раньше, и я приехала к Лисе в салон. И я смотрю, как бы, вижу, что это что-то не то, но думаю, ну ладно, наверное, она как захотела. Потом я смотрю, смотрю, и я такая, а почему? А он такая, а в смысле? И я такая, че? И я такая, ааа. И он такая, ну да. И я такая, ааа. Ну, думаю, ладно, это смешно. Но, наверное, мастик не смог подобрать правильный цвет. Думаю, окей, это забавно. Ааа, я вам уже сказала, Лисе наносят другой цвет. Я думаю, так, это странно. Лисе начинает рисовать в целом подобный рисунок, то есть какие-то белые маски. Я думаю, ну окей. И потом она такая, а сейчас добавим там золотого. Я такая, стоп. Почему золотого? Лиса говорит, ну, а найдите, типа, эту фотку, которую дизайн. Я говорю, окей, нахожу фотку вот этого дизайна, который мы решили с Лисой делать. И Лис такая, нет. И Мастик такая, нет. Это как, в смысле нет? Они делают другой дизайн, предыстория. Мы выбрали этот дизайн, все, о, записали с салона, этот дизайн. Потом я нашла фотку офигенного маникюра, кидаю Лисе в телегу, говорю, блин, смотри, какой клевый маник. Записывает голосовой. Да, смотри, какой клевый маник, в следующий раз обязательно сделаем такой. Лис такая, да, клевая идея, сделаем. Так что вы думаете? Лис решила почему-то, я не знаю почему, что в этот раз мы делаем этот маникюр. Ее мастерка, когда увидела дизайн, она мне потом говорит, я еще очень удивилась, когда увидела дизайн, потому что записывались на другой. Ну, думаю, да, могу, я думаю, конечно, удивились, потому что должна была Лиса делать вот эти ногти, вот эти, а не вот эти. Мы просто на снеге прикол, что мы раз в месяц сходим и делаем одинаковые маникюры, а в этот раз Лиса не так меня поняла и сделала другой. Класс. Просто когда ты Лиса и перепутала, какие мы ногти, да, делаем? Ха, ха, ха. А еще я скажу ли у Лисы сладости. Но в целом, возможно, вам даже будет интереснее, потому что... Просто посмотрите на этот маникюр, у меня нет слов. Скажите, пожалуйста, вы и напишите, как вы думаете, сколько каждый из этих маникюров стоит и какой вам кажется лучше, вот с дорогого салона или с дешевого? Вот Лисы маникюр стоит полторы тысячи рублей, вы просили дешевле, вот он, парикмахерская, где вышелак 600 рублей с наращиванием полторы тысячи рублей. Мой маникюр, вы просили дороже, он стоит 10 тысяч рублей. Аплеваный маникюр, хэштег? Хэштег, обплевали слюной за 10 тысяч рублей. Какой ужас! В последнее время пойдемте обоспадывай на Абасово за 20. Я уже боюсь, пожалуйста, пусть в следующий раз, пожалуйста, ты пойдешь в другой салон, а я пойду в дешевую, с милыми тетечками, с котами, будем болтать, все будет хорошо. Короче, я в целом очень довольна своим маникюром, мне все очень нравится, получилось действительно хорошо. Хотя я выложила в сторис, и мне подушка написала, что у тебя техника должна была быть в идувании, а там сделали вот так. Ну, слушайте, мне нравится. По мне выглядит красиво, честно, мне понравилось. Когда ты увидела, такая прям волна с пеной, очень красиво выглядит. Да, да, мне тоже нравится, мне выровняли все ноготочки, то есть у меня все ногти ровные, никакие из них не клюют вниз. Один ноготочек немножко толще, чем мне хотелось бы, но это вообще абсолютная фигня. Что это за жесть? Какая жесть! Слушай, в прошлый раз тебе реально сделали отличное наращивание, в этот раз полная жесть. Это центр города, в этот раз я делала практически... Э, за МКАДом или за МКАДом? Нет, это не за МКАДом, точно. В каком-то микрорайоне рядом с МКАДом было, буквально. Да. И то есть мне вообще, ну то есть я не хочу придираться к своему маникюру, потому что он максимально хороший. На большом пальце у меня вопросы, потому что есть ощущение, что как будто бы он уже отрос. Посмотри. Я бы поставила ему, ну, наверное, давайте 8 из 10, ну 9 из 10, потому что можно было эти разводы как пены сделать красивее и не дуть на меня слюной. А, напишите в комментариях, сколько вы бы поставили моему маникюру от 1 из 10, сколько листовому маникюру от 1 из 10. Не берите в расчет цену вообще, потому что, конечно, в сравнении с ценой, то он у моей дорогой. Но и дизайн сложный. И у меня не было наращивание, но при этом мне выравнивали ноготки, поэтому я могу оценить работу мастера. С гелем она очень хорошо работает, и как бы наращивание и выравнивание это очень похожая процедура. У меня очень много вопросов к моему маникюру, на самом деле, хотя я абсолютно недоточная в этом вопросе, я, в принципе, сама себе кражу лапы шерпами, мне плевать. Но это просто хуже, чем я себе делаю сама. Даже я, когда делала себе наращивание в том году, на карантине мне нечем было заняться, я сделала себе наращивание первый раз в жизни, и получилось, объективно, ребят, лучше. Здесь просто жизнь. Во-первых, у тебя плоский ноготь, абсолютно плоский. Да, просто прямой. Вот, давайте посмотрим. Просто прямой. У тебя вот тут просто пробелы, типа, зачем здесь вообще нужен лак. Вот это что? Это будто рисунок ребенка. То есть это полумесяц, но это абсолютно рисунок ребенка. Короче, вот это просто детская клякса. Это не звезда, не с одной вообще стороны не звезда. Это буквально детская клякса. Это буквально детская клякса. Не, ну это... Реально я сделаю себе маникюр лучше. Давайте посмотрим на мой маникюр. Это суперплохо. Тут хороша фольга, хороши эти белые разводики. Чисто просто фольга тащит. Да, чисто фольга. Но даже не везде фольга тащит. Но в форме, да, вопросов много. И даже в нормальной форме нет. Почему вот так нанесен лак? Это что? Да, это очень неаккуратно. Что ж, ребят, вот такой выпуск у нас сегодня получился. Обязательно напишите ваше мнение в комментах. Обязательно подписывайтесь на Лиану и на меня в инсте. Ссылочки будут в описании. И всем спасибо за просмотр. И всем пока. А я, пожалуй, пойду снова травмировать свои ногти в инстаграм и буду их снимать на своя тени. Пожалуйста, не, пожалуйста, не. Ра-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та.